Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 в данные о выплатах за заключение контракта, при этом власти могут учитывать их в заявлениях о наборе на фронт. Но их количество не настолько велико и не может объяснить такую разницу между числом выплат и утверждениями Министерства обороны, говорят аналитики CIT. Так, федеральную выплату не получают бойцы добровольческих отрядов и нерегулярных формирований наподобие ЧВК редут, формально они не являются военнослужащими. В таком же положении так называемый спецконтингент, завербованный на фронт, заключенные набором которых с 23 года стало заниматься Минобороны. Они массово жалуются, что не получают пособий и льгот, положенных другим контрактникам. И напротив, в данных о выплатах могут быть учтены воевавшие на стороне ДНР и ЛНР, которые перешли в подчинение Минобороны и должны были заключить контракт с ведомством. Вот здесь у меня не то чтобы расхождение, но, наверное, самое большое сомнение по поводу данного исследования. Потому что заключали контракт с Минобороны и получали единоразовую выплату не только бойцы самопровозглашенных ЛНР и ДНР, но также бойцы многих добровольческих подразделений. Например, как вы помните, скандал и итоговый пик скандала между Минобороны и Пригожиным возник как раз, когда Минобороны захотели на контракт подписать всех вагнеровцев. Тогда же были подписаны все ахматовцы и многие другие добровольческие подразделения. То есть их солдаты и сотрудники подписали контракты с Министерством обороны в тот момент. Об этом говорю я не голословно, а об этом писали многие Z-каналы. В том числе разоблачала их и Анастасия Кашеварова. Как раз когда Медведев озвучивал свои цифры, она рассказывала, что а почему вы называете эти цифры, если часть людей, о которых вы говорите, по факту не пришла с гражданки, а просто они из одного столбца, то есть добровольческих соединений переместились в столбец контрактников Министерства обороны, потому что с ними был заключен контракт. Мы обсуждали сегодня в сводке это с Русланом, он сказал, что их количество не очень значительно, но у меня здесь есть вопрос, а какое их количество? Сколько было таких добровольческих подразделений, сколько из них подписались Минобороны? Потому что Z-каналы, которые я, как вы знаете, активно читаю, говорили о том, что это масштабная проблема, что это масштабная профанация, когда огромное количество, собственно, людей, у которых не было контракта с Минобороны, его подписали и вошли в статистику новых подписантов. Это еще и мобилизованные, которые тоже подписывают контракт с Минобороны, точнее, которых активно принуждают. И в этом смысле, мне кажется, что им тоже выплачивается единоразовая выплата при заключении этого контракта, и поэтому они могли попасть в эту финальную статистику тоже. И было бы здорово, если бы кто-то провел дополнительные исследования на предмет того, сколько из этих людей подписало контракт. Но в любом случае вернемся к тем цифрам, про которые мы понимаем до конца. Недостоверность озвученных Минобороны цифр подтверждается, как пишут важные истории, другими наблюдениями. На фронте буквально появились целые штурмовые подразделения из раненых и покалеченных солдат. Это приобрело уже такие крайние формы, когда людей на костылях и с аппаратами Елизарова отправляют на фронт. Мы видим такое по всем регионам, начиная с Дальнего Востока и заканчивая приграничными областями, отмечают эксперты CIT. Также регионы продолжают увеличивать выплаты за заключение контракта в попытке привлечь новых людей, а Путин рекомендовал всем регионам поднять эту сумму как минимум до 400 тысяч рублей. При достаточном количестве набранных военных такого бы, естественно, не было, говорят аналитики. То, что план Минобороны по набору контрактников не выполняется полностью, подтверждает источник важных историй в одном из пунктов отбора на контракт вооруженные силы Российской Федерации. В его местоположении важные истории не указывают в целях безопасности собеседника. По его словам, в 2023 году регионам удалось выполнить план только на 50-60%. В этом году темпы вербовки контрактников выше, но набирают все равно в минус из-за количества невосполнимых потерь вооруженных сил Российской Федерации, объясняет собеседник важных историй. Это история только одного пункта, они могут быть, истории могут отличаться в зависимости от разных пунктов. В реальности часть новых контрактников, в которых отчитываются власти, не увеличивает численность воюющей группировки. Мы не видим физически это количество новых людей на фронте, потому что некоторые из них и так были на войне, просто у них поменялся статус, то как раз о чем я говорил. Туда записывают и срочников, и мобилизованных, и бойцов добровольческих формирований, заключивших контракт, чтобы регион мог отчитаться наверх о выполнении плана, объясняют сайте. Их не волнует, что при этом людей на фронте не прибавится, главное, чтобы статистика была выполнена. Но значение имеет не число новых контрактов, а число новых людей в армии, пишут они. Но опять же, как они и говорили раньше, вверху в этом исследовании, или по крайней мере, как мне говорил Руслан Левиев в сводке, это не имеет ключевого значения на количество привлекаемых людей. Причем я бы разделял срочников, например, и мобилизованных. То есть мобилизованные те, кто уже действительно воюет в российской армии. Срочники, да, есть на границе определенные формирования из срочников, которые фактически участвуют в этой войне, но все-таки большая часть срочников нет. И на самом деле срочники это основной, насколько я понимаю, элемент пополнения российской армии. 30% срочников, называлась такая цифра неоднократно, пополняют как раз ряды вооруженных сил Российской Федерации уже непосредственно в Украине. То есть их кого уговаривают, кому промывают мозги телевидением, кому, значит, угрожают, кого обманывают. И вот таким образом они попадают на фронт. Это не снимает с них личной ответственности, это скорее является предупреждением всем тем, кто думает, ну ладно, на срочку-то схожу, там на войну не отправят. Отправят. Вот. Поэтому срочники отдельно, на мой взгляд, потому что это все-таки люди не из военной группировки, которые ее пополняют. А вот мобилизованные добровольческие соединения, с которыми подписывают контракт, как я уже описал выше, действительно, они просто вот вы из одной емкости в другую переливаете, но количество воды у вас от этого не меняется. Дальше важные истории пишут, что о недостоверности цифр Минобороны говорят о региональных отчетах о единовременных выплатах контрактникам и мобилизованным, которые изучили важные истории. Если бы цифры военного ведомства были верны, 302 тысячи мобилизованных и 730 тысяч контрактников за 23-24 годы, то в среднем в каждом регионе контрактников должно было быть в 2,5 раза больше, чем мобилизованных. Однако это не так. В среднем подписавших контракт только в 1,5 раза больше, чем ушедших по повестке. 10 из 29 регионов, в которых доступны точные данные и вовсе провалили набор на контракт, мобилизовали больше, чем удалось привлечь за деньги. Среди таких регионов субъекты, которые перевыполнили план по мобилизации, призвали больше мужчин, чем обещанный властями процент с лишним. Например, в Бурятии мобилизовали около почти 5000 человек. Это 2,2% мужчин 18-50 лет. На контракт же республика набрала почти на 500 человек меньше, чем призвала по повесткам, следует из отчетов о выплатах. Учитывая, что еще до войны в Бурятии было много военнослужащих по контракту, а мобилизовали на фронт в 2 раза больше, чем обещали, властям могло быть сложно найти новых желающих заключить контракт, предполагают аналитики конфликт интеллиженсти. Похожие ситуации в Забайкальском крае, где мобилизовали 2,3% от резерва более 5300 человек. Это в полтора раза превышает количество тех, кто подписал контракт с начала 2023 года. Также среди регионов, проваливших набор на контракт, Кировская, Калужская, Свердловская, Мурманская области, Хакасия, Кабардино-Балкария и Ставропольский край. В некоторых из них контрактникам положены низкие по сравнению с другими регионами выплаты. Например, в Хакасии за заключение контракта платят всего 50 тысяч рублей, в Калужской области 100. Часть из этих регионов в 2024 году значительно повысили единовременную выплату, вероятно, надеясь таким образом исправить ситуацию. Например, Кабардино-Балкария, где в мобилизованных полтора раза больше, чем новых контрактников, с 17 июня стало платить за заключение контракта почти в три раза больше, 805 тысяч рублей вместо прежних 300 тысяч. Важную историю установили, из каких регионов на фронт отправились 219 тысяч мобилизованных и 227 тысяч контрактников. Эти данные показывают, что из некоторых регионов на войну забрали почти в пять раз больше мужчин в процентном соотношении, чем из других субъектов. Если в Москве набранные на войну, то есть мобилизованные контрактники, которые поступили на службу после 24 февраля 2022 года, составляют только полтора процента от численности мужчин 18 и 50 лет, то в регионах-лидерах эта доля близка к пяти. При этом некоторые россияне специально едут заключать контракт в тот регион, где предлагают более высокую единовременную выплату, отмечают аналитики CIT. Среди лидеров субъекты, которые установили высокие выплаты за заключение контракта. Сахалинская область, на войну ушли почти 5% мужчин до 50 лет, и Приморский край, тоже почти 5%, в 2023 году выплачивали новым контрактникам по 300 тысяч рублей. Также общая доля мобилизованных и новых контрактников высока в бедных регионах, где среднедушевой доход ниже среднего по стране. Например, Бурятия 4,3% и Карелия почти 4,5%, даже больше 4,5%, В первый год полномасштабной войны с Украиной основным источником набора людей на контракт были проходящие службы по призыву. Власти продолжают попытки пополнить ряды контрактников с помощью срочников и мобилизованных, некоторые заставляют подписывать контракты угрозами или обманом. Однако серьезного результата все равно не получается достичь, следует из данных о расходах региональных бюджетов. Например, в Смоленской области за полтора года контракт заключили примерно 309 призывников и 120 мобилизованных, это 11,4% от всех новых контрактников соответственно. В Оренбургской области призывники подписали только 4% контрактов. Сейчас главный ресурс заключенные и люди с финансовыми проблемами. Начали искать среди тех, у кого так называемые социальные задолженности, алименты, коммуналка. Из набранных с воли чуть ли не половина с долгами по исполнительному производству более 50 тысяч рублей, говорят аналитики CIT. Важные истории рассказывали, как региональным властям поручили вербовать на контракт должников, банкротов, мигрантов, безработных, подследственных и другие уязвимые категории населения. В последнее время все, кто приходит на контракт, приходят из-за денег. Идейные либо уже разочаровались, либо погибли. Некоторые настаивают, чтобы их взяли, даже несмотря на пригодность к службе по здоровью, рассказывает источник важных историй в одном из пунктов отбора на контракт. По его словам, немало тех, кто через какое-то время звонит с фронта и спрашивает, можно ли вернуть полученные деньги в обмен на возвращение домой. За первый квартал 2024 года выплату за заключение контракта получили 73,3 тысячи человек. При этом за этот же период банки получили 33 тысячи заявок на кредитные каникулы от воюющих в Украине. Если предположить, что на одного военного приходится один кредит и заявление на срочку подают без задержек, то долги могут быть практически у каждого второго нового контрактника. За два года государство потратило на поддержку воюющих в Украине как минимум 1,1 триллион рублей, не менее 925,4 миллиарда из федерального и 179 миллиардов из региональных бюджетов. Учтены ежемесячные социальные выплаты мобилизованным, контрактникам и военным медикам, пособия и льготы для семей военнослужащих, единовременные выплаты за заключение контракта и субсидии фонду защитники отечества. А выплаты за гибель и ранение могли составить еще 2,6 триллиона рублей. За все время войны почитал проект LeRussia, предполагая, что власти перечислили всем обещанные компенсации. Однако это число может быть завышено из-за того, что на самом деле власти неохотно выплачивают деньги за ранения и стараются максимально усложнить этот процесс, говорят эксперты CIT. Итого, новая элита могла обойтись России более чем в 3,7 триллиона рублей. С помощью таких вливаний власти могли набрать на войну более 720 тысяч новых солдат, 302 тысячи мобилизованных и 426 тысяч контрактников. И это без учета заключенных и бойцов нерегулярных формирований. Это в 3,5 раза больше, чем было на момент вторжения, а тогда группировку российских войск в Украине оценивали в 200 тысяч человек. Таким образом, Россия значительно укрепила армию в плане численного состава и смогла обернуть ситуацию на фронте пока в свою пользу. Осенью 2022 года фронт посыпался, потому что не хватало людей. И тогда Путин объявил мобилизацию. Первых мобилизованных кинули без подготовки на затыкание дыр в Харьковской области. Сейчас их в основном используют, чтобы иметь устойчивую линию фронта, плюс много людей нужно на всякие тыловые работы, говорят аналитики CIT. А для наступательных действий власти открыли для себя потрясающий источник в виде добровольцев, которые идут на контракт за деньги. Без них проводить ресурсы затратной штурмы, которые мы видим на протяжении последнего года, было бы очень сложно. Но этого все еще недостаточно, чтобы закрыть потребность в людях на войне. России по-прежнему нужно восполнять потери, вести наступление и укреплять линию фронта. Поэтому власти все повышают выплаты, чтобы привлечь на контракт как можно больше должников и других желающих заработать. По подсчетам важных историй, в среднем региональная выплата за подписание контракта выросла за год в полтора раза, с учетом муниципальных доплат в два с половиной раза к июню 2024. База людей, которые готовы были пойти на войну за меньшие деньги, заканчивается, а план по набору остался. Регионы конкурируют между собой за дефицитный ресурс добровольцев, поэтому постоянно повышают выплаты за заключение контракта. Главное не оказаться последним в списке, потому что спущен план сверху, его надо выполнять, заключают эксперты CIT. И сейчас российская армия идет на все более необычные действия. Например, делает штурмовые отряды из родов войск, которые вообще для этого не предназначены. Об этом, например, пишет Z-канал Fighter Bomber. Вот что он написал про увиденную собой невероятную историю. Неделя мотострелкового полка ВКС. Не стоит обращать внимание на видео и содержание, пишет он. Надо обратить внимание на заставку. Мотострелковый полк воздушно-космических сил. МСП ВКС. Люди, набранные по аэродромам. Тут есть и инженерно-технический состав, и летно-подъемный состав, и летный состав присутствуют. Вооруженники, радисты, механики, двигателисты и тормозники. Сержанты, прапорщики, офицеры. Вроде даже один штурман есть. Воют норм, как все. Всем обеспечены, жалоб нет, все хорошо. Это примерно так, как мотострелковый полк хора Александрова, ну или там ДШБ ЦСК. Тут должен быть какой-то посыл, пишет Fighter Bomber, или вывод. А нет его. Сегодня это данность. На это довольно эмоционально и более понятно отреагировал Z-канал черный полковник Алкснис. Вот что он пишет. Позавчера один из ведущих авиационных блогеров Fighter Bomber с 511 тысячами подписчиков разместил пост про мотострелковый полк воздушно-космических сил. Этот пост до сих пор не удален и присутствует в телеграм-канале Fighter Bomber. Неужели это правда? Если это действительно имеет место быть, то о чем думали начальники, создавая этот мотострелковый полк, посылая летный, летно-подъемный инженерно-технический состав простыми пехотинцами в бой? Ведь это то же самое, как забивать гвозди микроскопом. Они знают, сколько стоит подготовка одного летчика или штурмана. Да даже одного авиационного инженера. В 80-е годы подготовка одного летчика или штурмана в переводе на западную валюту стоила более 1 миллиона долларов. Неужели летчику или штурману с воинскими званиями от лейтенанта до полковника вручили автоматы Калашникова и послали штурмовать какое-нибудь село, которое на карте-то не найти? Что-то подобное имелось годы Второй мировой войны в нацистской Германии, когда в Лютваффе были созданы авиаполевые дивизии. Да и то они выполняли в основном охранные функции в тылу вермахта. И только накануне краха Германии зимой и весной 45-го года их бросили на фронт, включая летчиков и штурманов. Зачем же сейчас создавать ВКС мотострелковый полк? Тещественно на этот вопрос ответил сам файтер-бомбер фразой «Сегодня это данность». Похоже, в силу больших потерь нашей группировки в зоне СВО и недостатком добровольцев, идущих на службу в армию по контракту, принято решение пополнять ряды группировки живой силой любыми путями, о чем в частности свидетельствует и резкий рост оплаты за поступление на контрактную службу до полутора-двух миллионов рублей. А пойти на новую мобилизацию Кремль боится, опасаясь резкой отрицательной реакции на это российского общества. Но судя по всему, она с каждым днем становится все более неизбежной. Что же касается больших потерь нашей группировки, чтобы меня не привлекли к ответственности за фейки в отношении армии, то вынужден сослаться на нашего президента, верховного главнокомандующего В. Путина. На встрече с главами мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 5 июня 2024 года он заявил, по нашим подсчетам, в месяц украинская армия теряет примерно 50 тысяч человек. Это и санитарные, и безвозвратные потери, и то, и другое, хотя безвозвратные и санитарные у них 50 на 50 примерно. Тут же он заявил, что российская группировка в зоне СВО ежемесячно теряет в 5 раз меньше, чем ВСУ. То есть, по сути, он признал, что мы теряем в месяц примерно 10 тысяч человек. 5 тысяч санитарных потерь и 5 тысяч безвозвратных. То есть, если верить президенту РФ, за год боевых действий мы теряем 60 тысяч человек только убитыми. А за 2,5 года СВО, исходя из цифр, озвученных президентом, мы потеряли 150 тысяч человек только убитыми. Вот такой пост полковника Алкснеса, так он себя называет, достаточно как будто обоснованный. В том смысле, что действительно, ну, создавать паука из ВКС штурмовой, это безумие. И непонятно, откуда вдруг это необходимо сделать. Точнее, понятно. Но это плохая новость для российской армии. Более подробно объясняет ситуацию мобилизованный ведущий телеграм-канала, Z-канала, убежище 8. Самое опасное в текущем подходе к восполнению потерь, пишет он, это каннибализм в отношении подразделения огневой поддержки и тыла в полках, а также в более широком смысле в различных родах и видах вооруженных сил. Мало того, что пехота имеет отвратительно низкую подготовку, так еще и ветеранов, переживших более 2-3 штурмов, выбивает. Теряется боеспособность как таковая в батальонах, но вы добавьте к этому высасывание квалифицированных танкистов, артиллеристов, минометчиков, связистов и снабженцев с ремонтниками, и у вас уедет вниз боеспособность полка. Теперь добавьте к этому хантинг штурмы взводов охраны и специалистов в учебных центрах, центрах космических войск, ВВС, всевозможных РЛС, РВСН, снабженцев и железнодорожников, а также флотов, включая ненужных сплавсоставе, и у вас в целом едет вниз боеспособность армии и флота. Кстати, в том, что поднятие выплат может привлечь людей в войска, сомневается Z-канал «Солдатская правда». Кратное увеличение выплат по контракту, пишет он, активная реклама рекрутинга, приглашение по СМС на службу по контракту в Министерство обороны. Все это говорит о том, что поток добровольцев снижается, а всего-то нужно просто сделать строго фиксированные сроки контрактов, вернуть прежний предельный возраст нахождения на службе и устранить беспредел на местах, сажать на ямы не тех, кому место в госпиталях, а тех, кто их отправляет в штурма. И тогда добровольцы пойдут, их качество вырастет, пойдут не только те, кому уже нечего терять, а для них без разницы, что билет у них только в один конец, но и те, у кого еще есть планы на свою жизнь, пишет «Солдатская правда». Проблема только в том, отвечаю я ему, что тогда российская армия перестанет продвигаться, потому что российской армии нужны люди, которых можно просто отправлять на убой. И бессрочные контракты тоже никуда не денется, потому что люди, которые прошли через то, что проходят российские солдаты, хотят уйти из армии. Как пишут важные истории, они звонят и спрашивают, а можно мы вернем деньги и пойдем обратно. Вы удивитесь, но огромное количество российских солдат или тех, кто идет в российские солдаты, натурально не в курсе, что контракты, которые они подписывают, бессрочные. Что они не могут по истечению контракта, который подписан на полгода или на год, вернуться обратно на гражданку. Они продляются, эти контракты автоматически. Происходит это из-за того, что в России все еще действует положение о мобилизации. Оно напрямую запрещает самовольно, что называется, заканчивать контракт, разрывать его или не продлять его. Это касается не только, кстати, российской армии, но и силовых ведомств, например, Росгвардии. Там оттуда вы тоже даже уволиться, не можете, потому что все еще в России период мобилизации. Мобилизацию никто не отменял, никто не закрывал. Все рассказывали Владимиру Путина про то, что я на словах сказал, что все нет мобилизации. Они не действуют, потому что суды, когда начинают подавать суды как раз иски о том, что почему меня не отпускают, у меня контракт кончился, они ссылаются на подписанное положение о мобилизации, о том, что его никто письменно, юридически не отменял. Вот и все. И все это не баг, а фича. Как вы видите, российская армия действительно привлекла немалу солдат. Меньше, чем заявляла. То есть на 200 тысяч человек. Но тем не менее, больше, чем казалось. По крайней мере, больше, чем казалось CIT. Но этих людей недостаточно. Мы видим сейчас и по реакции Z-каналов, и по тому, что делает российская армия, то есть кого она вербует, как она отправляет коллег в атаки и так далее. Мы видим, что людей не хватает для реализации российских планов. И поэтому, с одной стороны, Россия будет все больше и больше пытаться привлекать людей на фронт, а с другой стороны, возможности России на этом самом фронте будут уменьшаться. Это странно, наверное, звучит сейчас. Потому что ровно сейчас Россия ведет один из самых своих, наверное, таких серьезных штурмов на Покровском направлении. Продвигается там, имеет продвижение. И поэтому сейчас, наверное, меньше всего верится, что у России какие-то большие проблемы с кадрами. Но сами военные, в том числе с этого Покровского направления, говорят, что все это очень высокой ценой. За все это российская армия платит очень высокую цену. Потери гигантские, и темп исполнения потерь совершенно не соответствует уровню этих самых потерь. Ну а с вами был Майкл Наки. И до скорых встреч. Не идите в российскую армию, не подписывайте никаких контрактов. Всячески этого избегайте. Не становитесь убийцей, пушечным мясом и впоследствии трупом. Всего доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok